У нас все бегом. Мы, как всегда, с Евой куда-то мчимся. Сейчас в машине собираемся ехать за подарком. Для моего папы ему исполнилось 75 лет на этой неделе, 5 числа. Покажу, как поздравляли, какой торт был у нас. Тирами суп, получается, очень вкусно. И смотрите, а еще хочу, засняла для вас также, как бабушка наша, моя мама, заготавливает клубничку на зиму. Может быть, кому-то из вас это будет полезно. Всем привет из Риги, из Латвии. Сегодняшний влог абсолютно точно будет вкусным, кулинарным. Мы сейчас за подарком. Вы смотрите, и потом встретимся. Загадывай желание. То ли 75, то ли 57 на каймах. Сейчас все. Ну, загадывай и задувай. А что мне загадывай? Желание. Мои все желания уже исполнили. Ну, ничего, можно еще... Так, Ева, ни хулиган. Сейчас свечи потекут на торт, пап. Так, есть одно желание. Будет Максима... Замуж? Замуж. Женить. Женить. И дождаться, когда ехать, вырастет, ну, хотя бы до 10 класса. Так и будь. Это значит, еще 10 лет. Можешь еще 10? Как минимум. Дуй. Ура! Ура! Вася, через мясорубочку, совсем немножко сахара. А потом зимой достаешь, размораживаешь. И вот тебе свежая клубничка к блинчикам в кашу или в морсик. Это же красота! Прямо самая удачная порция, да, в эту мясорубочку? Ну, классная. Ну, да, ну, 300 грамм такая, да. А сколько ты сахара добавляешь? На килограмм клубнички? Да. 250 грамм. И самое удобное, я в стаканчиках пробовала, на мясорубке, на самой крупной, самая крупная решеточка такая. Да-да-да-да-да. Надеюсь, информация о клубничке для вас была ценной. Приехали в магазин Синукай и не купили то, что искали. Нету. Но это не беда, зато я покажу вам, какой я холодильник для себя приметила. Вот такой хочу холодильничек. Ну, или из этих серий. Смотрите, что там делает. Опа! Опа! Первая дверочка. Я все проеду. Знаете, как ее хранить? Та-та-та. И вот так. Смотрите, какой чудесный вариант. Как много места хранить продукты. Морозилочка. Смотрите, какая большая морозилка. Холодильник сам делает и лед. И все, что с этим связано. Так, что за... А, ну правильно, LG. У меня есть сейчас LG. Я, кстати, люблю эту технику. Она мне хорошо служит. Это один из вариантов. А второй вариант немного подороже. Ну, кстати, тоже LG. Смотрите, раз. Половиночку можно открыть. Вот здесь поставить то, что нужно... Ну, то, что необходимо иметь быстренько под рукой. И вот так открывается тоже. Ну, видите, здесь чуть иначе. И смотрим, какая морозилочка. Ну, кстати, морозилка мне больше нравится. Вот та первая. Не знаю. Но как вам? Пишите, какой бы вариант взяли вы. Я буду думать. Ой, вообще по плану у нас так много перемен в этом году. Смотрите, даже розовый холодильник есть. И вот тебе какой больше всех холодильников понравился? Тот, который первый мы смотрели. Ну, в общем-то, практически выбор сделан. Вообще обожаю вот этот вот весь шопинг, который касается кухонной техники, вообще домашней техники. Сейчас немножечко здесь пробежимся вообще. А вообще нам нужно думать о том, какой будет ужин. Потому что мыслей нет. Вы наверняка знаете, что-то на картинке у вас было на обложке. Я не знаю, что будем готовить. Ева, что будем готовить? Это мой дом вообще-то. Здесь будем готовить. А что будем готовить? Ладно, пиццу. Ну нет, пиццу я уже не могу. Сколько можно есть эту пиццу? Я пиццу пеку. В общем, ладно, встречаемся с вами или дома, или на продуктовом шопинге. Посмотрим. Вот, пока я подумаю. По пути домой нам попался плявный кутыргус. И, конечно же, мы не удержались. И заехали туда за продуктами. Мне очень нравится, что там есть парковочные места подземные. Прохладненько. На солнце машина не нагревается или зимой снегом не заносит. Целых два часа парковки бесплатные. Но продукты немножечко дороже, чем на центральном рынке. Хотя это как раз-таки друг друга и компенсирует. Вот она, наша рижская реальность. Друзья, пока мы шопились, пошел дождик и стало очень холодно на улице. Отсюда появилась идея сварить холодец. И холодец сегодня тоже будет. Посмотрите, как много у меня покупок. Всего чего. В самом конце этого видео я поставлю для вас распаковочку, которую именно сейчас буду снимать для ТикТока. ТикТоковцы у меня очень любят. Напишите в комментариях. Может быть, вы тоже хотите, чтобы я сюда на YouTube ставила распаковочки. Там, кстати, неплохой набор продуктов. И также смешной набор товаров из магазина Синукайку. Да, я про хакпруфор около 28 евро. Ну, в общем. Да. Значит, готовить мы с вами сегодня будем очень вкусную маринованную капусточку к шашлыкам. И вообще, она и зимой, и летом хороша. А нам к холодцу было еще вот так вот. Похожая капуста у меня уже на канале есть. Но именно этой капусты еще нет. Она такая остренькая, как с базара, знаете. Только за 3 копейки. Сейчас глянула, что на рынке эта же капуста стоит почти 9 евро килограмм. Ну, знаете ли, а учитывая, что у меня капуста в холодильнике занимает огромное место. Вот понимаете, почему я хочу сменить этот холодильник? Потому что мне нужен холодильник побольше. Ничего, переедем. У нас будет новый холодильник. Смотрим рецепт. Друзья, люблю, целую. И на этом буду с вами прощаться. О, чуть не забыла. Супчик. Да, всего лишь добавив несколько ингредиентов в обыкновенный куриный супчик, его можно превратить в абсолютно другой шедевральный суп. Летом, кстати, он заходит на ура. Люблю, целую. Таким был этот выпуск. Вы продолжайте его смотреть. А я побежала. У меня распаковка. Однажды. Ну, смотрите, какой вообще у меня глубей. Все, люблю, целую. Много болтовни, мало дела. Смотрите рецептики. Пока. Итак, как же можно украсить самый обыкновенный куриный супчик? Его, кстати, я варю абсолютно просто. Закипела курочка. Минут 10 прошло. Закидываю картошку, морковку. Лучок кладу целый целиком. Потом достаю, выбрасываю. И в самом конце добавляю макарошки. Так вот, насчет прекраснейшего украшения к такому обычному супчику. Нарезаем огромное количество зелени. И, кстати, желательно, чтобы там была кинза. Кто не любит, можно, конечно же, заменить петрушечкой. Но я весьма рекомендую именно кинзу. Она дает такой восточный аромат. В супчик добавляем остренький перчик. Не жалеем лимонного сока. Прямо я бы сказала, если брать свежий лимон, половинку целого лимона выжимаем в тарелку. Всю эту прекрасную зелень, еще раз напоминаю, огромное, ее должно быть количество, много-много-много, добавляем в тарелку и наслаждаемся. Это очень вкусно, освежает. Такое прямо летнее блюдо. Друзья, обязательно пробуйте. Острая хрустящая маринованная капусточка, как сырынка, друзья, очень вкусно. Капусту нарезаем. На удобные кусочки также нам потребуется свекла и морковочка. Вот здесь совершенно не важно, как нарежете, так и хорошо будет. Хотите соломкой, кружочком, абсолютно все равно. И вот такой чесночок, друзья. Здесь у меня целая головка чеснока начищена. Ну, пожалуй, где-то 4 зубчика я отложу в сторону, и он нам потребуется чуть позже. Три лавровых листочка я отправляю в горшочек. Горшочек, что называется, вари. Он у меня на 2,5 литра. И туда же добавлю немного черного молотого. Молотого, нет, перца горошком. А его не осталось. Ну, сколько было, столько было. Ладно, хоть несколько штучек. Все равно будет хорошо. Весь вот этот чеснок сейчас мы отправим, я его немножко порежу, чтобы он хорошо отдавал аромат. И отправляю туда же в горшочек. Теперь мне потребуется острый перчик. Я не пожалею. Ну, конечно, это перебор. Ну, вот таких три точно возьму и поломаю. Так, красиво у нас все получается. Вместо сухого перца можно взять свежий или молотый. Смотрите, по собственному желанию. Теперь какую-то часть свеклы я отправляю на дно. Сюда небольшую часть капусты. Туда же морковочку. Переслаиваем одним словом. Мне кажется, сегодня количество капусты я прямо попала в точку. Такого еще не было, но уже глаз наметан, что называется. Так, утрамбовываем. Теперь готовим маринад. Две столовые ложки соли. У меня гималайская, поэтому я ее чуть меньше возьму. Она как будто бы солонее. Я так буду аккуратно с ней. Четыре столовые ложки сахара. Сто миллилитров. Вот, это 69%. И литр воды. Можно сюда же намолоть перца черного. Он у меня закончился просто-напросто. Ну, ничего страшного. Я потом подперчу отдельно. Заливаем наш маринад в горошочек. Это может быть также трехлитровая банка. Да и любая посуда, которую пожелаете. Беру растительное, самое обыкновенное подсолнечное масло. И я надеюсь, что оно будет с запахом. Заливаю немножко сверху. Вот, когда есть запах подсолнечника, тогда самый лучший вариант. Эта капуста будет готова в холодильнике через два дня на столе после остывания. В принципе, ее уже можно кушать, но на завтра она будет идеальной. И вот, как только остынет вода, весь оставшийся чесночок, вот этот, я тоже порежу. И уже в остывшую воду добавлю, чтобы концентрировать чесночный вкус. И это будет прекрасно. Друзья, пользуйтесь, потому что капуста получается бесподобно вкусная, хрустящая, сочная. Слышите, как хрустит? Песня года. Песня года. Калышен капуста. Заяхали мы, значит, с Синукой для того, чтобы купить уличный душ. Уличный душ не купили, но купили тапочки, друзья. Вот такие а-ля Кроксы. Мне цвет понравился. Почему бы и нет? Мне кажется, очень даже симпатичные. Консервы для собачки взяли. Он у нас очень капризный. Другой раз что-то есть дешевого может поесть. А иногда и супердорогое не станет. Поэтому я меняю. Вот взяла на всякий случай, пусть будет. Даже не спрашивайте, сколько стоит. Я не знаю, я не посмотрела. А вы заметили, что он кошачий? Кто будет есть кошачий? Я думаю, ничего страшного, напишите мне в комментариях. Ничего страшного. Или отдать кошку по каким-нибудь. Четыре Ролтона. Ролтоны наши все равно. Это не совсем Ролтона, по-моему, оно называется Ареба. Вот такой мерный стаканчик за 1 евро. Я вообще зашла, а там полки. Все за 1 евро. Но все нужно, понимаете? Вот масло растительное, подсолнечное. Стоило оно что-то около 1 евро 20, что ли. Я, конечно, схватила. И надеюсь, что у него будет масло. Ну, аромат подсолнечника. Потому что сегодня я снимаю очень вкусную маринованную капусточку здесь на Ютубе. Я выставлю попозже на ТикТоке. А на Ютубе вы увидите уже во вторник кисточки для рисования 1 евро 59. Но ребенку же все надо. Две упаковки вот таких литровых зип-пакетов. В одной упаковке 20 штук. Тоже за 1 евро. И такие вот еще пакетики тоже купила. Самые обыкновенные. Целлофановые. Паста de Semula de Grande Dura. Что означает? Паста из муки грубого помола. Вот такая вот. И вторая упаковочка. За евро 0 людей, друзья, грех не взять. Еще из покупок Синука. Это вот такая подставочка на стол, чтобы стол не пачкался. Можно рисовать, лепить. Большая, удобная. 5 евро. Ну, и для того, чтобы не угадить угаженный стол. Прекрасно. И это все из магазина Синука. И теперь у нас следующая распаковочка. Плявный кутыргус. Молочко. Плявный кутыргус. Наша латвийская. Из-под коробки. Утром сдойная. Сегодня прям будем что-нибудь кофе. Наша латвийская свининка. Посмотрите, какое красивое мяско. Ева сегодня запросила у меня холодец. Попрохладнее стало. И вот такую рулечку взяли. 3,50 цена. И второй отрез. Это филе на кости. Замаринуем, запечем в духовочке. Наверное, так. В общем, красота. Да и только вот это мясо стоило 7,50 килограмм. Какой красивый фарш. Посмотрите, тоже из латвийской свининки. Сегодня будем делать ленивой голубчики. Ева запросила. Все, что наготовли, обязательно тоже поставлю вам в ТикТоке. Это будет так вкусно. Сметанки тоже взяли ведерко. Цена ее 3,85 или 3,95 за килограмм. Очень вкусная сметана. Одна лавка всего лишь есть на плавнику Тиргус. Очень советую. Если уж мы туда попадаем, то молоко и сметану обязательно берем. Хочу попробовать творожок. Я никогда в этой лавке не брала. Завтра будут чудесные сырники, друзья. Супер. 9% жирности, цена 4,50, наверное. Что-то вроде того. Представляете, как можно запомнить цены на все эти продукты. Ну, я стараюсь. И еще мы взяли курочку. Две вот такие вот ляшечки с ножкой. Я сегодня буду варить куриный супчик. Очень вкусный. Вот с лимоном, с зеленью, с кинзой, с луком. Боже, это будет невероятно. А еще вот такие вот спинки, жопки, кто как называет, взяла для собаки. Хотя я сама очень люблю, если с чесночком пожарить. Чеснок, соль, перец больше ничего. Просто пожарить в хрусточку. Знаете, так, чтобы сильно. И с пивасиком. Латвийская картошечка. Вот такая уже крупненькая. Причем цена ее евро 80. На прошлой неделе я брала на центральном рынке по 2,50. Ну, красота же. И какая картошечка без укропчика. Не скажу вам, сколько стоит пучок укропа. Потому что я не посмотрела вообще на цену, когда покупала овощи. Здесь у меня еще также есть вот капусточка молоденькая и лучок. Единственное, что я могу сказать, что за все вот эти овощи я отдала почти 7 евро. Здесь лучок молоденький. Вот такой красивенький. Под рыбку. Рыбка у меня осталась сейчас в прошлой закупке. Она нам тоже нужна. Покупки с рынка закончились. Шоппер мой пустой. Так, теперь максимум. Здесь у меня 4 пончика с начинкой. Не знаю, какой. Давайте посмотрим. О! Да, с яблочной начинкой. Самая вкусная. Ммм, это клубника. Ой, надо молочка налить. Очень вкусный. 4 штучки. Взяли хлебушек. Беленький. Хлебушек черный. Ммм, мы его обожаем. Именно вот этот хлебушек с семечками. Ой, как он вкусный с маслом. Боже, вот такой вот. Это мы тоже взяли. Одна свеколочка здесь у нас целая. Мне нужно будет для капусочки морковочки немножечко. И Russian антибиотик. Сегодня у нас суббота. Вечер обещает быть интересным. Напишите, как вам наша продуктовая корзина. Как вам наши полезные покупки в Синукай. Бывало ли у вас так же, как у нас пришел за одним, ушел с другим. Да, любим, целуем. И совсем скоро увидимся. У нас будет еще очень много вкусных распаковок. Пока!